здравствуйте первые первые приветствующие здравствуйте привет привет у нас тема сегодня аппараты очень много задают вопросов привет привет я опять не вижу ага я вижу я вижу вас все привет привет мои хорошие привет здравствуйте здравствуйте добрый вечер добрый вечер я вас немножечко тут отвлеку и расскажу вам немножко привет лариса привет про аппараты с пылесосами без пылесосов и аппараты со спреем чем они отличаются и что на какие моменты нужно обращать внимание когда вы выбираете аппарат с пылесосом не огонь привет мой хороший привет очень рад очень приятно видеть знакомые лица супер здорово здорово значит смотрите я сейчас переворачиваю переверну экран я скажу чтобы вы меня видели вы со мной будете разговаривать так андрюш мне сейчас андрей поможет он будет держать и я буду прямо включать аппараты вам показывать рассказывать про них чтобы вам было чтобы вам было интересно чтобы вы видели значит у меня передо мной смотрите сколько передо мной аппаратов нет такие аппараты такие аппараты вот еще аппараты вот то есть мы с вами будем говорить про аппараты с пылесосами про цанговые механизмы здравствуйте мои хорошие про аппарат со спреем включу вам аппарат такой тоже с и само собой расскажу про аппараты других компаний в том числе то есть у меня здесь тоже два вида аппаратов даже подотроник есть подакью и ходева то есть три вида скажем так аппаратов у меня не все конечно аппараты существующие я вам немножечко расскажу об аппаратах напишите у вас сама на каких аппаратах работаете нет это для педикюра это для педикюра стоимость давайте потом то есть я же не сейчас не продажами занимаюсь я занимаюсь именно рассказом то есть показать вам что это за аппараты как они работают что в них интересного что на что нужно обращать внимание вот они такие красавцы удалые давайте я начну рассказывать значит смотрите первое что держи андрей помогай значит первое что смотрите сейчас мы их все включили дать это тоже надо включить значит смотрите то есть вот классический аппарат например вот классический аппарат когда у вас пылесосы здесь и здесь все везде пылесосы находятся в блоке управлять блоки самому скажу вот шланг через который проходит пыль и основное различие в ручках вот например ручка классическая ручка видите внутри санговый механизм здесь кстати аппарат такие продаются без скалки и вот например миха устройство механизма ухо захвата фрезы она принципиально другое поэтому они продаются со скалками привет привет мы хорошие значит смотрите то есть сюда если я вставлю секундочку на фрезу чтобы вы видели например взяв любую фрезу для таких аппаратов то есть что вы делаете вы просто вставляете до упора и собственно начинаете работать все то есть самое главное выяснить что сейчас скорость немножко уменьшу чтобы фреза у меня не совсем маленькая мешает вот фреза я включаю и она у меня работает как только я выключил так фреза она не держит нигде ничего не захвата нет поэтому включайте до упора принцип захвата фрезы внутри он фактически вакуум принцип захвата вакуум я вас не вижу пишите мне вопросы я буду на них отвечать чуть попозже потому что не успеваю не вижу а дальше можно поставить сюда тот аппарат а вот такой аппарат смотрите здесь идет принцип принципиально другой если вы ее встать можете до упора но тут захват санга цанговый захват идет механически то есть я его закрыла не включая фрезу видите она держится по тому же самому принципу как ваши все аппараты стронги марафоны эскорт все роторные аппараты они работают вот по этому принципу то есть захватил единственный у тех аппаратов поворотная ручка здесь есть вот такая клавиша клавиша которая ага клавиша которая закрывает сангу и в этом случае я могу фрезу выдвинуть например чуть-чуть смотрите то есть в этом случае я могу например ее не вставлять до конца и совершенно спокойно работать уже выдвинутой фрезой этого здесь невозможно потому что если вы встали в классическом аппарате фрезу не до конца она может просто не крутится то есть это первое принципиальное отличие то есть цанговый механика цанговый механизм принцип зажатия когда вы покупаете в основном аппараты у которых нет никаких клавиш то есть это идет вакуумный принцип захвата и в этих случаях включать нужно обязательно фрезу до до конца в чем неудобство в том что если вы такой фрезой начнете собираетесь работать где-то например через там дальше например от ногти да то есть или где-то в между пальчиками да то есть где вам нужно забраться то есть в этом случае вам вот это скажем сопла в которой уходит пыль она может немножко мешать поэтому фрезы в этом случае выбирайте с большим наконечником то есть более длинные наконечники должны быть все остальное то есть и пыль само собой уходит она идет по всему по всей окружности сопла и проходит проходит через через микромотор вот это минус поэтому при ремонте когда ремонтируют аппарат вскрывает там достаточно много пыли то есть с ними нужно особенно тщательно следить за их сервисом то есть их обязательно вовремя надо чистить вот это обязательно скажем аппараты которым нужно очень тщательно следить за скоростью потому что смотрите например вот аппарат четко вам показывать смотрите если я включаю смотрите если я включаю маленькую скорость то в этом случае вот сюда можешь андрюш увеличь немножечко увеличить показываешь смотрите видите я включил например 5000 увеличиваю скорость смотрите растет растет скорость до вас 9000 дальше смотрите 10000 он показывает что уже фрезы больших размеров нельзя включать то есть уменьшается размер головки то есть от 10000 вы можете использовать только в средней и маленькие головки дальше идем работаем дальше смотрите я увеличиваю скорость и здесь стоит вот 20000 эти внимание 20000 можно работать только на самых маленьких головках вот соблюдение скоростного режима соответствии размера головки скоростного режима в таких аппаратах вот с такими с такими цангами с соплом который идет через микромотор через сангу здесь нужно очень тщательно следить за скоростями то есть ни в коем случае ну скажем внимательно обращать на обращать на это внимание свое очень тщательно здесь конечно при хранении не обязательно держать ничего там фрезу внутри держать не надо это все допустимо но сервис ремонт соблюдение скоростей там очень и очень точно если вы скорость включите больше при головке значит большой головки а скорость включите большую то цанга который удерживает фрезу фактически за поставить вот здесь у вас идет удержание фрезы то она начнет бить и бить разбивать цанговый механизм именно поэтому нельзя с ними работать более аккуратно то есть они требуют более тщательного ухода что ли вовремя сервиса обязательно а эти аппараты они работают как обычно у них захват вот здесь то есть и в этом случае когда вы включаете включаете в такой фрезе конечно при большими головками не надо включать на большие скоростях но биение уже не будет как например здесь вот я включила я могу увеличить скорость могу вот я увеличил 20000 то есть биение никакого не будет то есть но конечно тем не менее все равно нужно работать аккуратно то есть они не требуют такого тщательного сервиса я бы сказала то есть закрытая получается цанга пыль через цангу не проходит и здесь у нас идет сопло уже не круговое а сбоку сбоку сверху как там аппарат держим так мы держим так ли держим так ли держим без разницы то есть в этом случае у вас получается пыль засасывается только пыль засасывается не вижу у меня здесь не вижу вас алё народ вижу смотрите в этом случае пыль проходит только сбоку и получается такое скажем целевое что ли за целевой захват пыли целевой захват пыли который не попадает через микромотор и в этом было отлично вижу спасибо большое смотрите я вам даже могу включить чтобы вы увидели например то есть когда вы работает я вам покажу чтобы вы может быть андрюш увеличь пожалуйста скорость расстояние приблизь приблизь да 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 чтобы мы могли с вами увидеть например работающие вот видите пыль смотрите она идет прямо видно смотрите я даже жертву и своим ногтем как бы вам чтобы вы видели смотрите видите то есть она очень хорошо мощный идет такой там видите вот она засасывает очень хорошо значит другая еще что хочу сказать про эти аппараты скажем здесь у нас ну по большому счету наверное самая большая разница вот блоки скажем вот этот и эти аппараты у них устроя самому самого пылесоса она фактически одинаковая то есть они достаточно бесшумные но мы сравнивали этот аппарат например и вот хадэп аппарат который мы сейчас занимаемся вот чуть более несмотря на то что устройство пылесоса одинаковые все равно будет чуть более шумный потому что у меньше скажем так меньше уплотнение что ли меньше изоляции звука а здесь изолированы очень хорошо поэтому я вам для сравнения могу включить на максимальную и конечно разница в пылесосах значит здесь мощности пылесоса раз два три здесь у нас мощности пылесосов пять раз например сейчас я вам включу чтобы вы поняли звуки слышите вот первый звук 2 звук 4 включу сразу и 5 звук ну и конечно отсутствие когда у нас пылесос не работает то есть его можно включать без пылесоса и он работает очень очень тихо здравствуйте здравствуйте мои хорошие привет все я выключаю поехали дальше то есть понятно здесь у нас вот эта клавиша которая открывает и закрывается механизм что еще здесь интересно значит сам пылесос здесь чтобы поменять мешок в основном все вот смотрите у меня например подотроник видите чтобы поменять мешок вытаскивается полностью я должна отключить вот этот шланг отключить шланг и вытащить собственно пылесос и поменять мешок мешки вот например такого выглядит вот таким вот образом здесь тоже самое отключаю и меняю полностью мешок здесь в чем принцип здесь у нас облегчен скажем облегчена работа замена мешком просто открывается сборка и вытаскивается мешок мешок выглядит вот таким образом сейчас поставлю поставлю смотрите например все очень легко очень быстро про легко вставить этот мешок сюда в общем все то есть не нужно и на магнитах она закрывается и открывается получается очень такая быстрая хорошая работа значит на таких вот аппарат этот аппарат есть три программа дальше программирование скоростей здесь например в подотронике у вас просто выставляете необходимую скорость и там мощность пылесоса здесь тоже кстати 5 мощностей но здесь получается в ему тоже есть раз-два-три программу все то же самое и здесь то же самое 1 2 3 но для удобства например вот этих аппаратов введена еще кнопка на ручке кстати эти все аппараты они тоже включаются на ручки например подотроник вот такая клавиша здесь тоже вот такая вот клавиша есть вот она лица такая кнопочка и здесь тоже кнопочка но этой кнопочки три функции то есть первая функция это включить вот я нажала на заработала дальше функция переключения первых двух скоростей вот этот раз включила я одну скорую вторую программу и нажать он включил первую программу то есть я могу просто нажав кнопочку тут же переключить переключить скорость там к сожалению нужно нажать кнопку нажив подержав чуть-чуть я просто отключила пылесос то есть мы можем запрограммировать разную скорость разную мощность пылесоса здесь например 10 и мощность пылесоса здесь 20 мощность пылесоса там видите я включаю 20000 4000 вот эти аппараты они идут от 6 минимальный скорость у них 6 максимальный 40 вот здесь идет от 5 до 25 тысяч это даже видите вот до 30 тысяч то есть максимальная скорость здесь подотроника 30 тысяч у меня у нас у этих аппаратов идут до 40 тысяч мощность все они легкие то есть сейчас идут в основном с легкими микромоторами без коллектора поэтому по большому счету у вас все ручки легкие единственное в чем ее неудобства в том что в том что у этой ну как бы эта ручка ну более удобная что ли хотя я не скажу что она сильно сильно легче нет за счет чего за счет неудобства за счет вот этого широкого сопла около фрезы здесь сопла чуть поуже вот но из-за добавления добавления цангового механизма металлический цангового механизма она стала по весу практически такая же как и все эти то есть по весу они ну скажем сколько там без ручки по моему 100 грамм 140 грамм то есть они легенькие очень удобно вот вот здесь более простая конфигурация таких аппаратов вот это вот такой аппарат то есть если там у нас экран то здесь у нас скажем табло для того чтобы показать скорость которую мы включаем тот же самый абсолютно та же самая то есть любые аппараты любой производитель несколько модификация несколько модификаций несколько модификаций которые удешевляют удешевляется за счет блока за счет например вот михаил скажем удобств на экране то есть идет удешевление аппаратов там точно так же здесь у нас тоже три программируемых скорости то есть уже такой вот кнопочки такие мягкие сенсорные вот здесь у нас идет переключение реверса за счет кнопочки тоже включить и выключить скорость кстати переключить реверс здесь можно без включения части сейчас я вам там покажу лучше реверс переключить можно вот я включила аппарат я включила реверс я переключаю без включения фризы но без выключения скорости нажимаю на реверс и включается собственно скорость выключаю аппарат здесь эта кнопка прямой обратный ход отдельно здесь значит программирование которому стану а вот у нас плюс минус вперед и назад то есть при обратный ход прямой ход вот нас переключение увеличение скоростей наоборот все верно все верно все верно да нет наташа все верно рассказываешь вот у меня 6000 эти минимальная скорость точно так переключаю программу на кнопки все то же самое переключение реверс уверен реверс вперед и назад переключение реверса и могу увеличивать или уменьшать скорость выключила чтобы мы и точно так про две программы включаются прямо на ручке и третья программа вы у нас включается с кнопки то есть вот за счет того что здесь нет прибамбасов которые есть на первом аппарате он немного дешевле здесь смотрите кроме вот этих всех тех же функций есть еще функции про подключение флешки функции подключения флешки например когда вы можете загрузить на флешку здесь подключается флешка наш покажи вот здесь эти сбоку подключается флешка на которой можно загрузить фотографии ваших клиентов вы например просмотреть фотографии вашего клиента до работы после работы что было в прошлый раз что в этот раз ну и есть там демо версии видео когда вы можете посмотреть как вообще все это обрабатывать или загрузить свою версию как и где вы будете работать то есть вот такая вот интересная функция которая конечно с одной стороны убираю сделал цену выше на другой страны добавил очень таких хорошую функцию хорошую функцию работы с нашими клиентами то есть мы теперь не просто можем показать мы можем показать нашим клиенту можем показать нашему клиенту что было до два до сегодняшнего дня прошлый раз и еще такая функция так сейчас я забыла про нее сказать это свет это свет лампочка которая включается смотрите я сейчас включу скорость и когда вы будете работать смотрите когда вы будете работать вам будет свет падать на место где вы работаете то есть еще и точный такой если недостаточно свет например я свет убрала а работать мне все равно будет очень удобно потому что могу рассмотреть все где я вижу где я работаю то есть будет очень хорошо видно возвращаем наш свет и выключаем аппарат ну и наконец об аппарате со спреем об аппарате со спреем значит в чем разница то есть когда вы работаете аппаратом с пылесосом мы засасываем пыль мы работаем по сухому если вы работаете по кератолитику аппаратом с пылесосом то в этом случае лучше отключать пылесос и работать по кератолитику так чтобы внутрь у нас не попадала наша влажная кожа она может оставаться в шланге она может оставаться скажем около микромотора ну и само собой она попадает частично попадая в тот же самый мешок она сваливает в общем не есть хорошо когда у вас мокрая кожа попадает в пылесос поэтому привет привет светуль привет светуль смотрите то есть поэтому эта работа аппарата рассказываю тут про аппараты с пылесосами со спреями вот то есть если вы работаете по кератолитику нужно обязательно включать работать только по сухому по кератолитику без пылесоса вот и когда вы хотите работать со спреем очень часто спрашивают нужен ли аппарат со спреем в педикюре когда им можно работать то есть на самом деле аппарат со спреем работает по ну скажем при два предплат скажем желательно когда у вас по грибкам например когда вы не хотите ничего засасывать ну и по той же самой влажной коже то есть смотрите здесь значит у нас встает жидкость в обычных аппаратах я видела разные аппараты со спреем обычно туда идет дистиллированная вода в данном случае вот у этого аппарата идет специальный раствор антисептика концентрат вот такой 100 миллилитров например на 5 литров воды можно развести рабочий раствор разводится этот рабочий раствор вы уже заливаете специальный вот здесь вот специальный на нем обязательно подписывайте если вы развели раствор напишите что это за раствор раствор для спрея чтобы у вас не было такого что вы не знаете что за вода и где ваш рабочий раствор значит залила сюда включаю точно такая же цанга то есть тоже также цанговый механизм то есть я вставляю фрезу сейчас я вставлю фрезу вот отсюда вытащу фрезу и вставлю в аппарат со спреем со спреем смотрите то есть и в этом случае то есть все она у меня точно так крепится очень так могу ее выдвинуть и чуть-чуть подальше чуть-чуть закрепить так чтобы мне было удобно работать через через какое-то расстояние через ногтевую пластину там трещинки когда мне удобно межпальчика пространства и в этом случае уже включается здесь кнопки включения скоростей идут на блоке вот здесь у нас все это включается спрей я могу точно так уменьшить уменьшить распыление увеличить или уменьшить это распыление чтобы она так вот да это подсветка свет это огонь подсветка мне тоже очень нравится вот сейчас я вам покажу как это все работает я включила вот смотрите здесь кстати экран сейчас я немножко умеешь то есть можно выключить совсем видите потом помыла свои свои своего друга немножечко помыла продезинфицировала скажем так ничего страшного здесь кстати уровень воды виден когда у нас если посмотреть уровень воды вот я работаете без спрея и я включаю спрей включаю спрей чтобы вы видели идет распыление идет распыление вот и прямо сверху и в этом случае уже работа в чем преимущество в том что например работы по диабетической стопе у вас идет охлаждение то есть не будет не будет нагревания кожи то есть это очень хорошо это приятно снимание ногтевых пластин например когда у вас грибковые ногти очень много грибка очень нагревание идет из в этом случае конечно не речь не идет обыкновение прям брызгу на да и свет и свет ну и свет конечно да свет прямо огонь свет это свет огонь вот такой то есть со спрей не не это спреевые аппараты они не для эстетики не для сейчас я выключу спрэша вы увидели как она брызгает как она летает само собой можно работать и я включу скорость например первую скорость 10000 и вот вторая скорость программа 30000 можно 20 уменьшить точно так я могу переключить реверс ведь он переключается реверс без выключения скорости включила опять она переключилась когда работаю колпачками или работаю твистерами вот здесь как раз не идет нагревание кожи очень хорошо быстро работает все это и само собой идет увлажнение то есть по грибковому ногти по всему но спрашивают спреевый аппарат насколько он лучше или хуже аппарат с пылесосами не хуже и не лучше то есть это все таки другой принцип работы смотрите кстати о выключении вот я его сейчас выключаю он сразу не выключается идет продувка то есть слышите он работает идет продувка вот этого шланга чтобы оттуда вся влага вышла чтобы внутри не осталась влага через какие через несколько секунд он отключается то есть в этом случае у меня там где была вода то есть она у меня все полностью проду вот видите если посмотреть старца можно увидеть в свет и можно увидеть вот он такой маленький маленький эти вот там дырочка через которую собственно идет вспрыск влаги все закрыто все закрыто эти никуда ничего не попадает вот там у нас подшипники туда тоже ничего не попадет не пыль более того более того даже вот здесь вот стоит очень сильный уплотнитель то есть я фрезу я сейчас вам открою увидите что фрезу достать достаточно сложно то есть идет хороший уплотнитель даже вот здесь вот я другом аппарате в пылесосном вставляю фрезу она вставляется чуть легче чуть мягче что ли то есть нет такого жесткого уплотнителя здесь уплотнитель очень жесткий очень хороший но и само собой обязательно тоже поскольку у нас механизм цанговый здесь то есть точно так зажимается то конечно продается он обязательно со скалкой то есть если говорить о том что сравнивать аппарат с пылесосом и аппарат со спреем то здесь речь идет о том какой технике работы вы привыкли давайте я переверну на себя вот еще раз на переверну на себя чтобы с вами поговорить и вам рассказать как сейчас я да про педаль сейчас еще раз переключу и последние до последний момент к которым я вам забыла рассказать педаль дополнительная опция в аппаратах с пылесосом это педаль но педаль она отличает отличается миллион рублей нет про цены сейчас конечно скажу пока договорю про педаль мне просто хочется технические моменты это кстати ко всем немцам относится когда мастера покупают педаль то они думают что сейчас они включат педаль смотрите что интересно вот такой штекер выглядит как включить выключить но работает не как классическая педаль в аппаратах ну как бы обычных аппаратов она работает по принципу кнопки то есть педаль в аппаратах с пылесосами или не знаю здесь по моему а тоже можно то есть во все аппараты можно подключить педали но работает как кнопка чистая кнопка не чистая кнопка которая нужно нажать вот как эта кнопка как эти кнопки то есть что это такое то есть например нажала включился аппарат заработал нажала как на кнопку переключилась переключилась скорость сюда видно да то есть нажала еще раз на кнопку переключила другую скорость то есть это чистая кнопка на нем не надо держать ногу просто еще раз нажала переключила программу и точно так как на кнопку нажала подержала то есть педали у немцев они не работают по классическому принципу вариационных педалей включить выключить они работают Это просто замена кнопки, и все. Вот, собственно. Да, они вариационные, они не вариационные. Они даже не включить-выключить. Они просто чистые кнопочки. Поэтому, когда мы говорим, о, у немцев появились педали, это не одно и то же. Это не то, к чему мы привыкли с вами. То есть даже включить-выключить, вы нажали, отпустили, она у вас просто включилась и выключилась. Здесь закладываются именно кнопочные элементы. То есть именно кнопочку, которая, если в нее заложено несколько функций, то она будет работать как несколько функций. Если не заложено несколько функций, будет работать как клавиши на ручке, клавиши на блоке. То есть вот и все. Они вариационными педалями я вообще не встречала. Возможно, они такое сделают, но немцы не особо любят педали. И что касается цен. У меня сегодня, например, спрашивали, сколько стоит аппарат с пылесосами. Аппарат с пылесосами стоит от 129 тысяч. Например, ну вот ходевы. То есть есть, например, аппараты с пылесосами где-то ниже 100 тысяч, то в них они обычно шумные. То есть у них принцип устройства пылесоса другой. То есть они более шумные. Они, как правило, менее мощные. Если вы покупаете уж совсем по цене ниже 50-60 тысяч, то уже нет даже таких. Но на самом деле, чем ниже, тем больше вероятность, что вы покупаете аппарат с коллекторной ручкой. Хотя, мне кажется, сейчас даже этих уже перестали выпускать. Поэтому дешевые аппараты с пылесосом, они, ну как бы, аккуратнее с ними. За 100 и шумные. Да, лучше переплатить, конечно. Поэтому вот смотрите. Значит, когда дешевле 100 тысяч, это устройство пылесоса другое. Самовысасывающее устройство. Это устройство ручки другое, само собой. Это, ну как бы, есть вот эти неудобства, я бы сказала. Это устройство вместо клавиш, например, там, поворотные ручки, еще что-то. Вот это все удешевляет аппарат. Как только вы идете выше 100 тысяч, например, вот 129, мы там, например, у нас идет вот такой аппарат, вот такой аппарат, но без, например, вот без этих клавиш, без программ. То есть у вас будут кнопочки, у вас будет, да, без дисплея. Вот это удешевляет аппарат, и он будет с такой же вот этой, с такой же ручкой, без света, кстати, будет, само собой. В этом случае удешевляется отсутствием света, отсутствием, например, вот такой клавиши. Ну и присутствием, само собой, все мощности, все, скажем, возможности, бесшумный пылесос, все остается. Удешевляется, ну, прибамбасами, прибамбасами, да. Вот. Аппараты со спреями, они дороже. То есть вот этот, например, аппарат, скажем так, с самым минимумом наворотов, он стоит... Нет, это не самый минимум. Это не самый, то есть есть еще подешевле, без вот этих программ, наверное, да, вот без этих программ, там у него цена... Но вот этот 150 тысяч. Этот 150 тысяч, например. Вот этот уже сильно навороченный, тут уже всего-всего полно. Это, конечно, идет уже от 150, 159, по-моему, тысяч. 160 тысяч, ну, неважно. Вот. Вот такой вот, например, он уже со скоростями, скажем, с наворотами, со светом, само собой, со светом, с кнопочками. То есть этот аппарат стоит 139 тысяч. То есть вот, собственно, цены, которые вы спрашивали. То есть мне важно для вас было донести разницу. Ну и, само собой, у меня, например, сегодня спросили. У меня сегодня спросили, он говорит, как-то грустненько начинать работу с таких цен. Но на самом деле это не грустно, это наоборот, ну, как бы вы, заплатив сегодня, будете работать очень-очень долго. Если вы платите дешевле, вы должны понимать, что в этом случае есть какие-то моменты, которые вы не будете иметь. Не будете иметь, например, большую скорость, не будете иметь пылесос, не будете иметь спрей. То есть можно вообще, ну, как бы, совершенно спокойно работать на аппарате без пылесоса, без спрея. И вы замечательно справитесь. Но в этом случае вам нужно, например, купить дополнительную, там, я не знаю, вытяжку, купить дополнительный пылесос. То есть это тоже удорожание вашего аппарата. Вот мы считали, например, купив аппарат для педикюра Marathon, так, про шланг, сейчас скажу, сейчас расскажу, сейчас договорю про это, значит, смотрите, покупая аппарат, например, тот же Marathon, вы смотрите, то есть в зависимости от мощности коллекторной или бесколлекторной ручки, если вы покупаете самый дешевый аппарат, который вам может подойти к пылесосу, то вы должны уже знать мощность ручки и в этом случае идут по цене от 18-15 тысяч, да, по-моему, вот, то есть от 15 тысяч, плюс вам вытяжка должна быть, то есть самое дешевое 8 тысяч, например, да, то есть если, ну, это пылесос под ногу, под ногу, если вы хотите купить вытяжку, то это уже плюс 25 тысяч, там 50, а, 50-60 тысяч, то есть вот, пожалуйста, вам хороший аппарат, ну, как бы более-менее аппарат, но с тяжелой ручкой, если вы хотите работать легкой ручкой, вам уже придется купить аппарат за 25 тысяч, 30 тысяч и плюс опять та же самая вытяжка, ну, если вы хотите взять уже аппарат с пылесосом, то точно так будете, как бы, и работать в разных, ну, как бы, в разных весовых категориях, я бы сказала, в разных ценовых категориях, то есть чем дешевле, тем, скажем, тем меньше наворотов, тем, как бы, больше ухода, тем больше сервиса, тем больше каких-то вот моментов, что касается шлангов, да, с такими работать с удовольствием, это точно, Андрюш, как шланги, я знаю, что, например, если вы вот такие вот обычные аппараты приносите в ремонт, то там идет, ну, как бы, заменяют шланги, то есть шланги, как правило, меняют, их внутри не чистят, а? Да, чистят, да, но не в домашних условиях, ну, наверное, снять и помыть просто, по большому счету отсоединить и помыть, то есть, насколько я знаю, в сервисах, да, тут все опции в одном аппарате собраны, поэтому чем дешевле, тем меньше опций, чем дороже, тем больше опций, поэтому в зависимости от вашего кошелька, от ваших возможностей, вы столько и тратите, никто же вам не говорит, что на педикюр нельзя делать на аппарате без пылесоса, можно, но для этого вы должны подумать о вытяжке, о каком-то пылесосе, да, то есть дополнительных защитах, вот и все, ну, вот, если вы, у вас рука устает, я, например, в тяжелом не могу работать, то в этом случае я выбираю уже бесколлекторный аппарат, но, само собой, плачу за это, да, собственно, все очень просто, вот, понятна вам сегодняшняя тема? Тыдыщ, тыдыщ, эй, где вы у меня? Ага, я переключила, не туда, это там у нас холл, там у нас холл, ну, вот, могу сейчас показать вам, у нас появились, как они? Плакаты. Плакаты, у нас сейчас плакаты продаются, да, ясно, здорово, спасибо вам большое, что вы были со мной сегодня, я вам сегодня про аппарат, немножечко так введение. Смотрите, кстати, по шлангам, немножечко тяжеловато, спасибо, ой, вам хорошее спасибо большое, что вам было полезно, у нас сегодня, мы сегодня в таком тесном маленьком кругу, значит, смотрите, что касается шлангов, вот, например, шланги вот эти вот ходева, они чуть более легкие, шланги, например, вот, длиннее, да, давай, можно, Андрюш, еще немножечко, вот, сейчас я вам включу, держите. Вот эти вот шланги, у них вот здесь, вот, металлический держатель, здесь тоже все, но вот этот вот шланг, например, смотрите, я вам могу показать, вот этот, он более тяжелый шланг, если я их сравню, то, смотрите. Сейчас, туда живет, сейчас, вот. Вот такие, ну, чуть-чуть, да. Ну, это, но это уже достаточно для более комфорта. Да, тут можно прямо работать далеко от пилимента, совершенно спокойно. Вот такие шланги, вот у этих немножечко потяжелее шланги, вот эти немножечко облегченные, более облегченные шланги, ну, то есть вот с ним, например, здесь, да, действительно тянет шланг, я его чувствую, здесь он такой более легкий шланг. Это ощущение вот именно вот из-за этих 10 сантиметров. Да, может, а, может быть, то есть дает немножечко свободы, свободы немножечко в этом, поэтому, свободы немножечко в работе, поэтому не так, не таким тяжелым кажется, я бы сказала. Вот, ну, у меня вот ощущение, что он прям такой легкий, полегче. Вот, значит, смотрите, если тяжело, жестковато, пружинит. Пружинит, когда вот он короткий, вот эти немножечко удлинены, они легче. Значит, что можно придумать? Можно поставить стойку, можно поставить стойку, которая будет ваш шланг не снизу тянуть, а чуть, как бы, свысока. Да, поэтому, то есть, рогаточки ставятся, такие рогаточки, которые поднимают шланг, тогда работать будет чуть-чуть полегче. То есть, это тоже, скажем, можно сделать такие вещи, и работать будет легче. Ну, все, мои хорошие, я почти завершаю. Пойду сейчас вам просто покажу наши плакаты. Вот, смотрите, такие плакаты у нас появились. Смотрите, вот это плакаты, вот, которые... Сейчас я прочитаю ваш вопрос. Значит, про стерилизаторы. Вот, смотрите, тут можно все так прямо красиво. Плакаты, что касается стопы. То есть, это все плакаты, касающиеся стопы. Они, кстати, у нас тоже продаются. Сейчас не могу отказать себе в удовольствии. Выпустила их за протезный завод, с которым я работаю. Я не смогла себе отказать в удовольствии. У нас теперь они у нас висят. Теперь они у нас есть. Это вот наш, кстати, холл. Это наш холл, где у нас идет, приходят наши торговые точки. Там наш кабинет. Вот, а здесь, собственно, наш учебный класс. Что касается стерилизаторов. Что касается стерилизаторов и крафт-пакетов, давайте, я не буду сильно сегодня удлинять нашу. Так, сейчас расскажите про себя, какие крафт-пакеты, индикаторы, какие лампы менять, если есть. Значит, смотрите, стерилизаторы, сухожары, автоклавы, инфракрасники. Давайте я выйду тогда в перископ дополнительно и расскажу немножечко про стерилизаторы. А то я сейчас еще много-много-много буду рассказывать. Хорошо? Вот, я ваш вопрос услышала. Анжела, по-моему. Вот, и я обязательно тогда с этим вопросом, с этим вопросом обязательно выйду. Давайте вот так вот сделаем. Вот, коротко могу сказать, чтобы уж не оставлять вас совсем без ответа, то любые крафт-пакеты, на них написано, для каких стерилизаторов они подходят. Все, спасибо, будем ждать. Все, мои хорошие, пока-пока, заканчиваю эфир. Вот, всем спокойной ночи, отдыхать хватит. Актуально? Замечательно. Если это актуально, значит будем выходить со стерилизатором. Я уже думала, вы все знаете про стерилизаторы. Но, видимо, все равно есть о чем поговорить. Это хорошо? Все, пока. Пока.